Сегодня в программе. Чего можно ожидать, когда вы посажены со Христом? Многого. Он покажет вам преизобильное богатство своей благодати. И знаете что? Он покажет вам это не тогда, когда вы умрете и пойдете на небеса. Он покажет это при жизни, ведь в духе вы посажены со Христом. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. С Новым Годом жизни в Верхней Горнице. Аминь. Когда мы верили, что Бог даст нам это место, я услышал, как Господь что-то мне сказал. И это произошло много лет назад. Так, мы въехали в это здание в конце 2012 года. Предыдущие годы были очень тяжелыми. Они могли бы одним своим стрессом убить любого человека, поскольку нам нужно было многое собрать. А на пути было довольно много трудностей. И одни обстоятельства сменялись другими, непредвиденными. И вот, Господь дал мне слово. Точнее, два слова. Во-первых, в ходе всех этих процессов Бог сказал, сиди спокойно. Сиди спокойно, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Господь Иисус, сидящий по правую руку Отца, не остается в покое, не закончив дело. Это слово из книги Руфи. Наэминь, ее свекровь дала ей такой совет насчет богатого владельца Поля Ваоза, который символизирует нашего Господа Иисуса Христа. Наэминь сказала, подожди, дочь моя, не суетись, не волнуйся, не переживай за конкуренции с другими женщинами. Подожди, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек, тот не останется в покое, не кончив сегодня дела. Если вы в покое, он не успокоится, занимаясь вашими делами. Он будет трудиться. Аминь. Именно тогда Бог стал яснее мне показывать, что пока вы в покое, Бог трудится. Если ты трудишься, говорит Бог, тогда нет смысла трудиться нам обоим. Даже если я помогу тебе, ты подумаешь, что добился всего сам. Ты частично воздашь славу мне и частично себе. Нет, вся слава должна быть Богу. Аминь. Я всегда говорю, если вся слава Богу, тогда пусть Бог сделает всю работу. Это наше истинное положение. Наша жизнь для того, чтобы воздавать славу Богу. Но мы же такие гордые, правда? Мы гордые творения. Мы хотим что-то иметь. Мы хотим что-то делать. Когда мы в покое, это не лень. Это не пассивность. Это признание факта, что только Бог способен решить эту задачу и довести дело до конца. Аминь. Только Он может добиться успешного результата. Аминь. Такое слово дал мне Бог. Это было первое слово. Оно помогло мне все пройти. Когда было сложно, я говорил, Он еще не закончил, и Он закончит. Он закончит. Если вы думаете, что у нас такие солидные суммы пожертвований в церкви, вы ошибаетесь. Это еще одно свидетельство. В один год у нас было только одно такое пожертвование. В другой ни одного. Деньги пришли, потому что Бог закончил дело. Аминь. Аминь. Слава Богу. Есть и второе слово, которым я хочу с вами поделиться. Я помню, как стоял здесь, когда в здании еще велись работы, и люди ходили вокруг в касках и ботинках. Мы с Виндием тоже были в касках и прогуливались туда-сюда. Когда я посмотрел и сказал, здесь такой интересный пол, он выглядит как подъем, как верхний настил. Это своего рода верхняя горница. И Господь сказал мне, и Он покажет вам горницу большую услану. Я никогда не видел ту горницу, где Иисус принимал последнюю вечерю со Своими учениками. Впервые Господь сказал мне о верхней горнице, когда я верил, что это место будет обставлено. Но Он сказал мне, Он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Это уже решенное дело. Еще до того, как я увидел кресло и все остальное, я видел все обставленным, подготовленным. А теперь Бог призывает нас жить в верхней горнице. Я начал изучать это понятие и обнаружил много интересного. Я уверен, что вы ощутили это на прошлой неделе. Если вы посмотрите на верхнюю горницу, в ней есть много вещей, о которых можно поговорить. Там есть вещи, о которых я недавно узнал от Господа. Я знаю эти отрывки, я знаю те истории, но я не замечал главных истин в этих историях. Аминь. То, что я увидел, утвердит вас, укрепит вас и поможет вам процветать в те дни, которые ожидают нас в этом году. Они укрепят вас и это обетование. Аминь. Это вечные истины, однако нам нужно утвердиться в них в этом году. Они открывают нам сердце Бога. Аминь. Во-первых, я хочу поделиться с вами тем, как нужно сидеть в верхней горнице. Конечно же, вы сидите, потому что вы посажены. Жизнь в верхней горнице — это жизнь там, где вы утверждены. Аминь. Жизнь там, где вас утвердил Бог. Вам нужно утвердиться в своем сердце, в своем разуме, в своем сознании, в своих эмоциях. Давайте прочтем этот стих и посмотрим, не даст ли нам откровения Дух Святой. Откройте вторую главу Ефесянам. Во второй главе Ефесянам сказано «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Мы все были мертвы. Помните, что мы все были мертвы в наших грехах. И не важно, что вы не так уж сильно грешили. Я была не такой, как та сестра, у нее такое темное прошлое. Нет, послушайте, мы все были мертвы в своих грехах. Все мы. Но Бог, богатый милостью. Я нигде в Библии не встречал слов «Бог, богатый гневом». Бог гневается, но вы никогда не встретите слов «Бог, богатый гневом». Бог богат милостью. По своей великой любви, которую возлюбил нас. По своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Аминь. Он оживотворил нас со Христом. Когда? Когда это произошло? Когда Христос воскрес из мертвых. На самом деле, Бог поместил вас во Христа. Поэтому, когда Бог воскресил Христа из мертвых, мы ожили вместе со Христом. Где вы сейчас? Вы во Христе, пастор, но я здесь. Я сижу здесь, возле звезды. Нет, друг мой, на самом деле ты сидишь вместе со Христом, над звездами. Намного выше звезд. Итак, здесь сказано «Оживотворил со Христом благодатью вы спасены». Это вновь напоминает нам, что все по благодати, не мы сами сделали это, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Слово «небеса» в греческом тексте звучит как «эпи-ураниос». Эпи значит верхний, а ураниос небеса. Получаются верхние небеса. Я вижу себя посаженным со Христом. Представим, что у меня есть проблемы с гневом, обидами и чем-то еще. То, что я делаю. Я не пытаюсь подавить это в себе. Это худшее, что можно сделать. Подавлять значит вынудить, взорваться. Результат будет противоположным. Что же я делаю? Я успокаиваюсь. Потому что свершилось, проблемы с гневом больше нет, поэтому я в покое. Я смотрю на проблему так, словно она внизу, под моими ногами. Я уже мертв для греха. Я воскрес со Христом. Я посажен со Христом. Займите это положение и посмотрите, что будет. Почему Бог хочет, чтобы вы были в покое и сидели? Потому что Ему есть что вам показать. Взгляните на 6 стих. Он воскресил с Ним и посадил на небеса во Христе Иисусе. С какой целью? 7 стих, дабы явить в грядущих веках. Я же говорил, что Ему есть что показать. В грядущих веках мы все увидим перед собой не антихриста. Это скорби или еще что-то. Мы будем смотреть на все происходящее сверху. Вы услышали? Мы будем смотреть сверху. Что мы увидим в грядущие века? Он покажет нам преизобильное богатство благодати, своей благости к нам. В его доброте во Христе Иисусе. Когда вы посажены со Христом, у вас должно быть именно такое отношение. Я могу присесть? Уверяю вас, такое положение по Писанию. Библия говорит, что перед тем, как произнести Нагорную проповедь, Иисус сел. А что значит «посажены со Христом»? Это значит, что ваше слово имеет силу. Следите за своими словами. Не говорите о смерти. Не говорите «Я умираю». Я умираю. Говорите «Я вижу». Хорошо, в прошлый раз я просил вас не говорить «Мне до смерти хочется кусочек торта». Если вы умираете, вы не сможете есть. Скажите «Я живу и хочу кусочек торта». Как так вышло, что в каждом языке мира уже встроена программа смерти? Почему так? Почему в каждом языке есть выражение смерти, как, например, «капут» в немецком? «Капут». Кругом одна смерть. Смерть. Капут. Почему, думаете, виноват дьявол? Он не мог убить вас напрямую. Но вы можете убить себя сами. Потому что Библия говорит «жизнь и смерть во власти языка». Так что Бог говорит «садись со мной». Ты знаешь, что ты тоже на троне? Да. Ты знаешь, что такое быть на троне? Да. Ты на троне вместе со мной, мы сонаследники. Иисус говорит «ты сонаследник вместе со мной». Да, Господи, и еще мое слово говорит в книге Экклезиаста, где слово «царятам власть». Я понимаю. И все твое. Это так забавно. Я сейчас умру от смеха. Вот в чем наша проблема. Нам... Нам свойственно говорить так. Не бросайте слов на ветер. Слова могут убить. Слова могут привести в суд. И в зависимости от того, против кого были сказаны ваши слова, наказание за преступление, будет соразмерно достоинству и положению человека, которого вы оклеветали. Говорите слова жизни. Все, что вы скажете, осуществится, да? Аминь. Спасибо Богу. Долготой дни Он насытит меня. Моя семья благословенна. Аллилуйя. На будущей неделе Бог пошел впереди меня и сделал все кривизны прямыми. Несмотря на то, что происходит у вас на глазах, в том числе и плохие события, отделитесь от них в духе. Вы должны отделяться от них, потому что вы на небесах. Делая так, вы приобретаете правильную точку зрения на вашу проблему. Вы не будете раздавлены. Но если вы обычный человек, как и все остальные на этой земле, чувствительный, земной, логичный, тогда вы не сможете обрести мудрость, сходящую свыше. Итак, есть два отношения. Я уже заканчиваю. Возьмите с собой понимание того, что вы посажены со Христом. Когда молитесь, молитесь чувством семейной близости, осознавая, что Бог любит вас. По своей великой любви, которой Он возлюбил нас, Он посадил нас вместе со Христом. Мы там. Никто не может изменить наше положение. Сатана не может изменить его. Итак, есть два отношения. Первое. У меня нет времени показывать вам все места Писания. Просто скажу, что все это есть в Библии. Первое. Все перед вами. Чего можно ожидать, когда вы посажены со Христом? Многого. Он покажет вам преизобильное богатство своей благодати, и знаете что? Он покажет вам это не тогда, когда вы умрете и пойдете на небеса. Он покажет это при жизни, ведь в духе вы посажены со Христом. Он покажет вам все блага, которые Он приготовил в этом году. Он покажет вам преизобильные богатства, Его незаслуженного, незаработанного благоволения вам. Давайте не будем переживать о том, кто что говорит. Вы слышите пророчества, в которых люди говорят о плохих событиях в этом году. Послушайте, Библия говорит, что когда вы посажены со Христом, вы видите только преизобильное богатство Его благодати. Это не значит, что гонений не будет. Верхняя горница Иисус обещал, что они будут происходить. Там же, в верхней горнице, Он учил нас реагировать на них. Гонения будут. Особенно, если вы верующий. Однако у вас есть позиция. Вы посажены со Христом. Ваша семья – это царственная семья. Но царственная не потому, что вы доминируете над людьми. Ваша власть не доминировать над людьми, а разбивать их оковы, уничтожать их грех и сгонять бесов. Бесов, которые их угнетают, и исцелять больных. Как и Иисус, вы можете одеваться и выглядеть как обычный человек, но в вас будет что-то сияющее, что-то небесное. Это, мой друг, христианская жизнь. Если ваша версия святости – это кислое лицо, словно вас крестили в лимонном соке, это не христианство. Потому что Библия говорит в первой главе послание, «Евреям помазал тебя Божие, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». И речь не об ангелах. Бог не называет ангелов соучастниками. Соучастники – это сонаследники со Христом. Кто эти сонаследники? Мы с вами. А Иисус – самый счастливый. Он помазан елеем радости более всех соучастников. Мы радуемся во всех тех вещах, которым учимся, но знаете что? Его радость превосходит нашу. Ему нравится любить вас больше, чем вам нравится быть любимыми. Вам нравится слушать истины о законченном труде, ему нравится рассказывать и открывать их вам. Аминь. Вот почему все начинается с Библии. Вы видели это? Попробую еще раз. Насколько быстро вы встанете, настолько вы молоды. Аминь. Аминь. Я расскажу вам еще об одном положении, и мы закончим. Мы посажены со Христом. Отец говорит в первой главе послания евреям, «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесса, но и меня доколе положу врагов твоих под ножи, ног твоих». Мы заканчиваем на том, что Бог сказал мне в самом начале. «Сиди спокойно, доколе не узнаешь, чем кончится дело». В первой главе послания евреям, в предпоследнем стихе, «Отец сказал, кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесса, но и меня, доколе положу врагов твоих под ножи, ног твоих». Не говорится ли это так же и нам? Ведь мы во Христе. Да. Что говорит нам Бог? У меня новая проблема. Что говорит Бог? «Тебе снова нужно сесть в покой». «Нет, мне нужно встать или что-то делать». «Нет, тебе нужно сидеть и сидеть». «Я разберусь с этим». «Но проблема кажется такой большой». «Не больше, чем я». «Сядь». «Но, Господь, если я ей не займусь, тебе не нужно ею заниматься. Ты все испортишь. Сядь». «Сядь». «Потому что я люблю тебя». «Сядь, пока я не уложу всех, твоих врагов». «И это даже не люди». «Тот, кто высказывается против тебя, это драгоценный камень в наперстнике Иисуса. Я не могу смотреть на него иначе». «Люди будут восставать против вас, то на работе, то тут, то там». «Но они вам не враги». «Однако Бог не даст их замыслом осуществиться». «Ваш враг — это ненависть, а также болезни». «Возможно, у вас проблемы в браке». «Но ваша жена вам не враг». «Враг — это ваша борьба». «Или же духи, которых дьявол направил разрушить ваш брак». «Однако Бог обещал, сиди, пока я не положу твоих врагов под ножи и ног твоих». «Если бы у меня был еще час времени, я бы проповедовал о том, как браки рушатся из-за того, что у мужа не было покоя в сердце, но он приносит домой весь свой стресс и волнение, а затем выливает все это на жену. Она может даже не понимать, где он был или чем он занимался, а он бросается на нее. Ничего личного, но это не оправдание. Зачастую все начинается с того, что нет покоя. Для такого положения нужна вера. Вы будете жить в верхней горнице? Вы утвердитесь в том положении, в которое вас поместил Бог? Тогда скажу вам так. Вы увидите, как одно происходит за другим. Один за другим ваши враги будут положены к вашим ногам, потому что вы во Христе. Но вы увидите и кое-что еще. В грядущие века вы увидите преизобильные богатства Божьей милости и благодати. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Я так счастлива от своей проповеди. Аминь. Склоните свои головы и закройте глаза. Спасибо, Господь. Возможно, вы никогда не доверяли свою жизнь Господу Иисусу Христу. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. То, о чем я сейчас поделился для верующих. Эта истина основана на Слове Божьем. Помолитесь сейчас вместе со мной этой молитвой. Вы скажете, пастор, я хочу довериться Господу Иисусу Христу. Библия говорит, веру в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты и весь дом твой. Помолитесь сейчас за чистого сердца, Отец Небесный. Спасибо тебе большое за дар твоего сына, моего Господа Иисуса Христа, который оставил славу неба и сошел на землю, чтобы умереть на кресте за мои грехи. На третий день ты воскресил его из мертвых и воскресил меня в нем. Ты посадил его по правую руку от себя и посадил меня вместе с ним. Сегодня я здесь. Спасибо, Отец. Иисус Христос, мой Господь навеки. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь. Встаньте, пожалуйста. Поднимите свои руки. Не волнуйтесь, мы уложились вовремя. Можно немножко поддержки? Аминь. Спасибо, спасибо. Чем дольше вы будете это делать, тем позже пойдете. Хорошо. Поднимите свои руки. На будущей неделе, с точки зрения того, что вы посажены на небесах со Христом, вы благословены всеми благословениями в небесах во Христе. Я провозглашаю во имя Иисуса, что ваши жизни и жизни ваших близких под защитой на протяжении этой недели. Во имя Иисуса я провозглашаю, все, что вы делаете, будет успешно, но ни одно орудие, как и язык, обвиняющий вас, не будут успешны на этой неделе. Вы обнаружите себя во власти ангелов, которых Бог направил охранять вас. Вы будете в нужном месте, в нужное время. Пусть сила Духа Святого научит вас всему и наставит вас на всякую истину, в том числе истину, которую Бог хочет показать вам в Верхней Горнице. Пусть Дух Святой покажет вам будущие события этого года, когда вы будете слушать Его, продолжая жить в Верхней Горнице. Во имя Иисуса. И весь народ сказал Аминь. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч. Друзья, мы верим, что это послание послужит вам и укрепит в вере. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Поддержите наше служение, и это видео смогут посмотреть еще больше людей во всем мире и познать Божью любовь. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok